Российским водителям стал доступен еще один альтернативный способ оплаты покупок на АЗС. А ты не рассчитываться за топливо, напитки и сопутствующие товары можно не только традиционно на кассе с помощью наличных денег или банковской карты, но и по QR-коду, имея под рукой лишь смартфон с камерой. И первой топливной компанией, поддержавшей этот отраслевой проект, стала Shell. Расчет с помощью матричного штрих-кода проводится через систему быстрых платежей Центробанка России или WebMoney. Например, для оплаты через СБП открываем приложение банка, выбираем оплату по QR-коду и наводим камеру на предварительный чек, выданный на кассе. Для бизнеса это снижение расходов на банковское обслуживание. Для клиентов – возможность оплаты смартфоном и дополнительные бонусы. Бизнес всячески поддерживает эти альтернативные методы платежей в программе лояльности. Например, «Консент Shell» будет начислять в течение всего 2021 года двойные бонусы по программе лояльности «Шелл Клаб Смарт». А также, если клиент выбирает метод оплаты через WebMoney, это электронный кошелек, то тогда клиент сможет получать дополнительные 10% кэшбэка. Компания «Шелл» приняла решение о запуске проекта минувшим летом. Новый способ оплаты тестировали на пяти АЗС в Московской области. Теперь же с начала года он доступен более чем на 220 заправках сети по всей стране. По собственной сети АЗС мы запустили этот проект в полном масштабе только с начала января, поэтому, скорее всего, про статистику говорить рано. Но могу сказать сразу, что мы прогнозируем, что в среднесрочной перспективе оплаты по QR-коду через СБП и WebMoney займут на наших АЗС достойное место среди всех безналичных оплат и достигнут порядка 10%. Вместе с тем клиентам по-прежнему доступны и мобильные платежи, когда водитель рассчитывается за топливо через смартфон, не выходя из машины. Однако новый способ обладает своими преимуществами. Когда клиент хочет выбрать QR-оплату, он выходит из машины и идет в магазин, потому что на поле колонок оплата невозможна, и у клиента есть возможность посмотреть на витрину лояльности, выбирать вид кофе, который он хочет выпить, но и также получить бонусы, о которых я говорила. Добавим, что у конкурентов такого способа оплаты пока нет. Компания Shell стала первой, кто запустил подобный проект при поддержке Российского топливного союза.